приветствую youtube в этом видео я хотел бы объяснить один фокус картами фокус очень интересный главное что для его показа вам не понадобится какого-то особого умения с манипуляцией картами какой-то особой ловкости рук какого-то навыка фокус достаточно интересный и я вас уверяю что если вы покажете его своим зрителям на публике он произведет очень сильное впечатление к сожалению я не смогу показать сам фокус поскольку для его показа требуется зрителей или хотя бы один зритель но процессе объяснения я все покажу и все будет абсолютно понятно вопросов не останется значит в чем суть фокуса как он показывается и что это за фокус сразу хочу сказать что со всей колоды карт этот фокус сделать у вас не получится вам придется колоду предварительно просмотреть и отобрать для фокуса порядка но обычно удается с колоды набрать 17-20 карт может быть чуть больше этого принципе достаточно это абсолютно не принципиально давайте от пол колоды отложу и объясню потом почему это будет абсолютно все понятно вопросов не останется вот предположим я вот колоду перебрал отобрал себе эти карты я их тасую на глазах у зрителей перетасовываю далее удерживая вот таким вот образом колоду я предлагаю зрителю одному извлечь любую карту из этой колоды и мне я не показывать вот он забирается центр колоды вынимает одну карту вот так вот вынимает одну карту в этот момент я сейчас просто ее положу потому что будем считать что это карта в руках у того у моего зрителя вот так она лежит посмотрите внимательно потом я взял вот так удерживайтесь море на нее нет я сам не знаешь и закан я удерживаю карта левой рукой вот так после этого канал меня смотрит я беру карту я беру вот это очень важный момент. Я беру колоду вот таким вот образом и переворачиваю. В процессе объяснения будет понятно, почему. Это надо делать как бы совершенно как бы... Ну, держу колоду, держу. Взял вот так вот и все. Перевернул колоду. И прошу заложить эту карту обратно. Зритель закладывает карту обратно. После этого я карты перетасовываю. Я действительно не знаю, что это за карта. Понятия не имею. Но я ее найду. Но это только половина фокуса. После этого я спокойно начинаю просматривать на глазах у всех. Начинаю просматривать карты все. И я нахожу эту карту. Как это делается, я объясню. Покажу и объясню. Вопросов не будет. Еще раз повторяю. Предположим, это будет семь червей. Предположим. Ну, это может быть любая карта. После этого, что я делаю? Лучше это делать за столом. Чтобы вы могли руки как бы опустить немножечко, чтобы колода карта у вас была как бы... Зрители это не видели. Не хочется отворачиваться в процессе показа фокуса. Это как бы не очень здорово. А просто опустив руки как бы... Ну, рассматривайте, рассматривайте. Стол как бы немножечко прикрывает. Вы подготавливаете. Вот эта семерочка червей, предположим. Вы закладываете эту карту вот таким вот образом. Дайте черненькую. Найду, чтобы это было наглядно. А дальше мы ее просто закрываем вот так вот. Любой другой картой. Ну, просто для наглядности черненькую возьмусь. Трев десяточку. Вот эта карта, которую зритель вытягивал, семь червей. Как она находится, объясню. Вы просто ее прикрываете вот таким вот образом. Подготавливаете. И потом немножечко смещаете. Вот так вот. Ну, сантиметра полтора-два. Этого достаточно. Вот так вот. И зажимаете. После того, как этот подготовили этот блок, нужная искомая карта, вторая. Вот так вот просто закрываете ее рукой, чтобы ее не было видно. И все. Вот так вот. И показываете, как бы не видя. Вот так просто на зрителя показываете. И спрашиваете зрителей, эту карту вы вытягивали. Вам естественно говорят, что нет. После этого накрывая карту вот так вот второй рукой, переворачиваете ее. И вытягиваете ее как бы с самого низа. Но берете при этом вторую карту. вот эту, которая семерочка червей. Вынимаете ее. И кладете ее вот сюда вот. А на самом деле он думает, что это десятка трев. После чего десяточка трев идет наверх. Вы опять показываете колоду карты. Вот так вот уже. Здесь дальше уже все просто. Эта карта? Вам говорит, нет. Вы опять ее вытягиваете. Кладете в эту стопочку. Эту еще карту наверх. И третий раз показываете еще раз. Эта карта? Вам говорит, тоже нет. Вы ее вытягиваете. Кладете в эту стопочку. Другую наверх. Сладите обе стопочки рядом. И спрашиваете зрителей или зрителей, где ваша карта? В этой стопочке или в этой? Ну, конечно, в этой вам говорят. Они же видели все карты, которые вы вытягиваете. После этого вы открываете эту стопочку и показываете московую карту. Челюстью всех отвисают. Как же определить эту карту, которая была вытянута? Тут есть одна хитрость и одна тонкость. Именно почему этот фокус сложно сделать со всей колодой. Ну, я для примера просто несколько карт взял. Значит, суть вот в чем. Как бы ни были карты точно отпечатаны на фабрике, существует легкая асимметрия. Легенькая-легенькая асимметрия в расположении картинки на поле. Ее можно достаточно легко обнаружить и выявить. Вот если внимательно будете смотреть, ну, это надо увидеть. Смотреть надо на расстояние между краем карты, вот этой карты, этим краем и этим краем. И между циферкой или буковкой. Вот здесь абсолютно четко видно, что расстояние между этим краем и между цифрой 3 несколько меньше. Но заметно на глаз. Здесь оно несколько больше. Ну, может быть, полмиллиметра, может быть, доля миллиметра. Но очень заметно на глаз. И таким вот образом вы выбираете достаточное количество карт для этого фокуса. Но обычно хватает 15, 17, 20, там, 25 карт. Ну, сколько наберете. Чем больше, тем лучше. Но вы должны четко видеть разницу. Теперь смотрите, что получается. Вот вы укладываете все карты так, что у вас расстояние сверху будет больше, чем расстояние снизу, между цифрой и краем. Или между буковкой и краем. Ну, здесь явно меньше. Вот здесь. Здесь несколько больше. И вот укладываете таким вот образом, что вверху у вас будет расстояние эти несколько больше. Внизу несколько меньше. Теперь смотрите, что происходит. Вот у вас таким образом вся эта папочка подготовлена. Когда зритель вытягивает одну карту и смотрит ее, в этот момент вы переворачиваете. Вы переворачиваете колоду. Он закладывает и обратно. И теперь для того, чтобы ее найти, вам нужно просто внимательно просмотреть и убедиться. Вот расстояние вот здесь вот, между цифрой и краем побольше. Вы смотрите побольше. побольше, чем внизу. Побольше. Оп! Поменьше оказалось. Кстати, вот здесь это очень хорошо видно. Обратите внимание. Вот расстояние между этим краем карты и цифрой 5. Заметно больше, чем между этим краем и цифрой 5. Ну, тут порядка полмиллиметра, не меньше. Специально не мерил, но видно на глаз. И таким образом вы подбираете всю колоду для фокуса. Таким образом вы находите эту карту. А дальше я вам уже показал. Карта кладется, сверху она закрывается. Любой другой. Вот таким образом. Посталом это делаете, чтобы не бросалось это в глаза. Закрываете вот таким вот образом колоду и показываете. Эта карта? Нет, конечно, не эта. И потом вы просто вытягиваете ее. нужную вам карту. Кладете, а эту наверх. Вот такой вот интересный фокус. Никакого навыка он не требует. Единственное, это надо подготовить просто карты. Фокус достаточно интересен. Вас признают за профессионального фокусника. Достаточно редкий фокус. Я думаю, вам понравится. Благодарю за внимание. Всем всего доброго. Благодарю за внимание.